Доброго времени суток, мои уважаемые! Как вы знаете, недавно разработчики завезли нам море воздушного контента. И я долго думал, что же снять, ведь полет фантазии был безграничен. Но в какой-то момент до меня дошло, что летать на вертолете и прыгать с парашюта буду не только я. И у меня появилась мысль стать охотником на любителей полетать. Ведь для этого было самое время. И для этого мне не понадобилась новая ПЗРК. Я решил по старинке, наша любимая добрая ПВО. Но далеко не в детских масштабах. На самом деле, на этот ролик я потратил немало сил и времени. И хотел бы попросить вас всего об одной просьбе. Это подписаться на канал, ведь порой люди забывают это сделать. Ну а чтобы снять этот масштабный ролик, мне пришлось отказаться от сна на 42 часа. Ну что, что такое? Знаете, казалось бы, ничего необычное. Я стою на пляже, глажу орешек. Но вместо того, чтобы видеть морскую гладь, я вижу вот это. Безумие какое-то. Я уже в целом понимаю, в какую сторону хочу бежать и в каком направлении двигаться. Поэтому сейчас незамедлительно добежим до местности. Ну и ящички вот такие тоже по пути, конечно же, слутаем. Да рево брю. Неразговорчивый. Ого! Нормально. Бронник сломанный, но зато инструменты. Хотя для устрашения можно надеть. Страшно ведь? Ну, немного, да. Скрафтим себе лук и стрелы. То мало ли какие аборигены по пути попадутся. А мы, кстати, собственно говоря, и на месте. Но вот эти дома на воде меня очень сильно разочаровывают. У меня-то в планах было построить здесь ферму. Без нее прям вообще никак. Что? Знаете, в начале моего пути меня удивляли даже выстрелы с пулика. Почему же даже? Да все потому, что потом количество экшена на квадратный сантиметр будет зашкаливать. Но пока я под шумок просто возводил свою стартовую кибитку. Хлипенький, однако, домик. Но он хотя бы есть. Компоненты, правда, пока так скинем. Потому что у нас даже нет ящика дома. Опа, я вижу фармилу. Ой. Что за день? Что за день? Просто это пи***ц. Ну как тут выживать в этой игре? Я еб... Братик, ты не расстраивайся. Я только зашел. Я тебя подыму. Ну, не могу ресурсы отдать. Только зашел. Ой! Ты чё, дурак? Ты чё, дурак? Ха-ха. Ох. Ладно. Полезные ресурсы домой притарабанили. Двушку. Двушку. Ну, извините меня. Ну, нельзя же так пугать. Ого. Блин, но я двушку не хочу брать рисковать. Я так, чисто со стороны понюхаю. Ну, о чём я и говорю. Как никнеймы. Кстати, этот никнейм, советую запомнить, эти ребята ещё объявятся. Но я чуть позже смог добежать до дома, который они рейдили, и даже подлутал какие-то остатки. По дороге чуть позже я забежал в Рыбацкую деревню, где и встретил очень интересного торговца. А, хазик там был. Ничего себе. Здорово, мореплаващие. Кстати, этот парнишка поведал мне свою историю. Этот путник смог зарейдить буксир в море, и теперь торгует остатками лута прямо в Рыбацкой деревне. Я смог урвать у него питон всего лишь за пару тысяч угля. Больше ничего не надо. На поприбытии домой я первым делом занялся улучшением домика, а позже отправился на поиски каких-нибудь полезных ресурсов. Да ладно, я в первый раз нашёл кабанчика. Это лютая отсылка к прошлым временам Блотраста. Это кабанчик, я не знаю, перебежчик, но это... Ой-то, это мега отсылка. Тут у нас фотография. Кабан жил с преданным хозяином, который нежно заботился о нём каждый день. Они были неразлучимы и находили радость вместе, пока однажды не настигло их. Блин, это очень крутая отсылка. На Блотраста давно это обновление вышло, но я впервые его вижу. Но удача на этом не заканчивается, ведь чуть позже в Рыбацкой деревне я встретил своего очень хорошего друга Бобовку. Ты хоть представляешь, чего стоит в наше время добежать до рыбачки, а? Максим! На. Держи. Я людей убивал, понимаешь? Ой-ой-ой. Здорово. А это торговец местный. Да я вижу вон, как он мне две пешки сейчас торганул по-быстрому за усы. Спасибо. Спасибо большое. Чё ты далеко вообще живёшь? Д7 самый... Ну, правый верхний угол, прям на краю. Но долго в Рыбачке мы решили не засиживаться, ведь у каждого была своя история выживания. Но не переживайте, с Бобовкой мы ещё успеем пересечься. И, кстати, на его канале тоже выйдет выживание с этого вайпа. Если что, ссылочку я оставлю в описании. Опа. Слышу фармилу. Кисай. Ты чё гонишь? Это твоя машина? А может, ты в неё лут скидывал? Ща посмотрим, кто-то ей ссать будет. Признаться честно, это была не самая подходящая скала, чтобы быстро сломать машину. Но зато это было бесшумно. Ну, кстати, провозиться мне пришлось до самой ночи. Отлично. Просто как книжка прочитан. Кстати, у меня аж там это дерево выросло. Ну да. Бобовка, красная карта. Ну, бур. Бур это прекрасно. Но, честно говоря, дерево прям очень скромное. Бывает, там прям наваливает. А это так. Это так. Ну, пойдёт, чё нет. А знаете, вообще нужно ценить то, что у вас есть прямо сейчас. Так чему же это я? Иногда человеку нужно восполнять свои потребности. И пока я отошёл на 10 минут, чтобы покушать, рейдеры не спали и уже вовсю трапезничали моим лутом. Кстати, неки у этих ребят были до боли знакомы. Ведь с ними я уже пересекался. Но в тот момент я думал, что это были залётные ребята издалека. Но всё оказалось совсем не так. За что я и поплатился? Вот так бывает. Просто всё слутали. Из какого вы дома? Я понял. Можете, друзья, не повторять. Зря вы это. Да. И хата. И знаете, в тот момент я уже думал, что придётся мне стартовать с нуля. Но кто же мог знать, что моё спасение вылезет прямо из кустов? Они ещё прийдут. Лутай, заноси. Но пока я лута этого негодяя, смею предположить, что каждый из вас хочет получать скины совершенно бесплатно. И это возможно. Ребята с Разбокс воплощают это в реальность, ведь вы ежедневно можете забирать крутые бонусы. Заходите на проект и принимайте участие. И буквально за простые действия забирайте действительно ценные призы. Но это еще не все, ведь каждому новому пользователю доступен халявный кейс. А знаете что, халява на этом не заканчивается, ведь на Разбокс проходит интересный ивент, где ты за ненужные гайки можешь вытащить действительно крутые скинчики. Ну а чтобы выбивание скинов стало куда приятнее, настоятельно рекомендую ввести мой личный промокод СЛИПЕР33, который дает вам бонус в виде 33% к пополнению сверху. Кстати, также советую заглянуть в календарь подарков, тут ежедневно можно получать мощные призы. И это еще не все, ведь под карточкой 31 скрывается супер приз, который обязательно вас удивит. Ну с халявой вроде разобрались, теперь можно и заняться открытием коробочек. Я вот решил открыть взрывную коробочку, и только зацените какая оберданочка мне выпала. Ну а после этого я решил заценить коробочку охотника, и не пожалел. Кстати, на сайте также присутствует режим апгрейд, где ты можешь прокачать выбитые скинчики, а также контракты. Где ты можешь разменять гору ненужных скинов на один, но более годный. И все это на Разбокс, проект который не оставит тебя равнодушным. И еще раз хотел бы напомнить про мой личный промокод, Слипер33. Ну а все ссылочки на сайт и промокоды вы сможете найти в описании и в закрепленном комментарии. На базу. На самом деле в тот момент произошло действительно чудо, ведь незнакомый парнишка доверился мне и дал ган, с помощью которого я смог выбить себе огромное количество лута за считанные минуты. И знаете в чем заключалось чудо? Парнишка давал незнакомцу СМГ, чтобы прихлопнуть рейдеров. И знать, что это был я, он не мог. Но к сожалению, все тайное становится явным. И уже совсем скоро возле моего дома начал сотвориться настоящий хаос. Ютуберы, ютуберы здесь! Стой, 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 стой! Все, я убил всех. Слипер, Слипер, у тебя эфки есть? У меня ничего нет, мужик. Я впустую, спрячусь и взорву. Мужики, какие кусты? Тут сейчас за один плюс будет забанят нас. Вы что гоните, мужики? Если рейд будет, я приму его с честью и достоинству. Пусть это будет в онлайне, не как тогда. И несмотря на то, что многие ребята не желали мне зла, я принял решение сменить ник и построить новый дом. Ведь все же мы играли на сервере с лимитом, и это считалось бы нарушением. Ведь огромное количество ребят приходило под мой дом, и там собиралась довольно-таки немаленькая толпа. Хороший район был. Но я отсюда переезжаю. Ну что, я теперь кукушонок. А не Тули. Уж извиняйте, друзья. Ну, это дуо-сервер. И корешиться у нас никак не получится. Так что я как-то сам. А как же тут плотно озеро застроили? Перейдется даже в другой цвет камни строиться. Кстати, после того, как я построил новый дом и перенес туда лут, мой старый дом повторно пришли рейдить. И самое смешное было, что это были те же самые ребята, которые бахнули меня чуть ранее. Как я вовремя просто... Как я вовремя! Кстати, рейдили на районе не только меня, ведь параллельно я слышал еще одни взрывы, на которые решил сбегать. Че, ребят, только вы умеете в спину заходить. Один есть. Знаете, за этот час мне пришлось пережить и взлеты, и падения, и свои истории я решил поделиться с бобовкой, и побежал к усатому в гости. Ты че, прибежал? Кудрейд! Нет, меня закудрейдили! Да вот я хочу тебя попросить, знаешь, что сделать? Сопроводить меня до сейф-зоны, потому что у меня сейчас полный инвентарь компонентов, я как раз хотел переработаться. Давай. До рыбачки вместе добежим. Лё-лё, шу едет! Да-да-да-да. Слушай, Макс, а можешь мне дать скраба на ласты, по-братски? Есть? Сейчас, подожди, я просто с тканевых начал. Сейчас. Сейчас ты доплаваешься у меня. Сейчас будет гонь ди по-африкански. Опа! Это гениально! Максимов! Кто, ты залез к нему? Не, у него тут дверей не было, я его убил просто. У него тут торверсток стоит, который снять можно. Серьезно? Да. Правда, он сломался, починить надо будет, но всё же. Можем у меня починиться, если хочешь. Кайф. А этот буксир можно вообще себе забрать. Ну, сейчас поплывём домой на буксире, как короли. Железо у меня на двери есть. Это ты? Да. Ну, а так как в нашем распоряжении появился буксир, я решил отправиться в подводную лабораторию, чтобы раздобыть немного компонентов. Ведь не так давно мне пришлось пережить рейд, и ресурсы в данный момент мне бы точно не помешали. Ну что, вроде как прибыли. Можно делать погружение. Ну, как-то слабенько тут по луту. Я, конечно, ещё не всё пролутал, но... Я рассчитывал на большее. Ну, честно говоря, не прям миллион лута, но... Лучше, чем ничего. Ну, итого... 270 скрапа. Но починить верстак этого вполне хватит. На самом деле, после рейда я восстанавливался довольно быстрыми темпами, но всё же мне приходилось выходить на монотонный фарм, ведь мне нужно было тонны ресурсов, чтобы совсем скоро устроить настоящий Армагеддон на этом сервере, и единственное, что разбавляло мои фармильные будни, это небольшие стычки с игроками. Опа. Откисай. И знаете, на самом деле, время я проводил максимально продуктивно, ведь после каждого фарма я выходил искать компоненты, и так как со стволами проблем не было, я время от времени посещал военные туннели. Ну что, посмотрим. Куда мне все эти пятки девать? Вот это оно! Вот это прям хороший ящик! И вот этот замечательный! А это чё? И без меня? Тебе хана. Это просто пятка не жмётся, ну всё нормально. Дурак, что ли? Погоди. Погоди. Сейчас я тебе, друг, фишку покажу. Смотри, тухарит. Смотри, тухарит. Ха-ха-ха-ха-ха. В общем, кто не знал, я, честно говоря, сам недавно узнал. Но. Через дверь можно тушить сачелей. Да. Живите теперь с этим. Чё не понимаю, я не понимаю, что происходит. На меня рейдили. Хе-хе-хе-хе-хе. А, это твоё? Да. Слушай, я знаю, где они живут. Мы можем их с тобой ещё и зарыли. Хорош. Это кто? Это он. Интересно, сачелями без? Не, сачелями. А, да, сачелями. 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 Я одну на изучение возьму. Остальное бери. У него там открыто всё, слышишь, мужик? О, там топовый ген есть, мужик. Чисто запустил паразитов к себе в дом. Хе-хе-хе. Ну, у неё такое чувство, как будто одна дверь дала у-то. Типа, как туда попасть? Слушай, я могу кельнуться и из дома сачельки принести. Ну, хочешь, хочешь пробуй, хочешь пробуй. Минус. Отлично. Блин, ну, ген не самый топовый, но хороший, хороший ген, да. Ты прибежал, да? Да, да, да. Там тип. На улице? Да, да, да. В хазмате ползал прям. Не знаю, странно, он по мне стрелять не начал. Голову дал, но он живой, он живой, но без головы. Нормально, нормально, я момент воспользовался, накинул пока. Минус дверь. Надо было дать закрыть ему. У неё бункер, но тут уже какой-то лут. Хороший лут. Ой-ой-ой. Очень хороший, очень хороший лут. Ой-ой-ой. Скоростная семечка тут. Вообще прекрасно. У меня есть даже ракетница дома. Но вот так парнишка решил погрызаться и лишился абсолютно всего лута. А самое главное для меня, я нашёл довольно-таки неплохой ген, который сэкономит мне кучу времени. Но после этого рейда я решил протестировать одну фишку. Лутание космодрома без карточек. Ну что, парашют уже на нас. И можно, я думаю, уже подбегаться. А мы даже поедем, а не пойдём. Вот так вот. А чего нет? Можем себе позволить. Блин, ладно. Когда я говорил, что парашют бесполезная вещь... Всё, я беру свои слова обратно. Правда, он внизу полной, ладно. Были какая вещь крутая, а. Амалорецко. Микросхемы лишними не будут. И болт. Правда, внулин устойчивый. Но в любом случае, спасибо. Сопля! Ой-ёй-ёй, вот это что-то уже серьёзное. Слушайте, если мы так будем лутать туннели плюс космодром, мы очень быстро сможем нафармиться. И на самом деле, рутинной фармёжки было ещё довольно много. И всё это ради одной цели. Чуть позже мы вместе с Бобовкой залутали нефтянку, где, кстати, нашли брошенный вертолёт. И прямо на нём залетели на карго. В целом, ничего интересного. Если не брать в расчёт, что вместе с новым обновлением в игре появилось немало багов. Максим, смотри, смотришь, Максим? Куда, где? На самом верху. Ой, не надо, дядя. Да не переживай, это я профессионал. Ну смотри сам. Сейчас ветром сдует. Ага. Нормальный трюк. Нормальный трюк вообще. Меня игра убила. Да я вижу. Меня игра убила! Блин. Я даже забрать не смогу всё. Ху-ху, хочешь на игру? Да, говоришь, не надо, дядя. Да кто ж знал. Кстати, то, что с тропом я запутался в парашюте, я не расстроился, ведь вспомнил о своей главной цели на вайп и уже начал готовиться к постройке фермы. Ведь ген, как вы помните, я уже успел раздобыть. А для чего мне нужна была ферма? Всё просто. Вернее, тяжело, ведь мне нужно было добыть десятки тысяч скрапа. Если не сотню. Для реализации своей идеи. Можно, наверное, начать строить нашу фермочку. Наконец-таки. Вроде как на это появились какие-никакие ресурсы. Это по Максиму Павлу. Но он вроде живой. Пока что. Так, тут у нас будет подъём. А туда вход в ферму. А вот и первые проблемы. Нам начал мешать шкаф. Так, тут у нас будут стоять насосы. Я не знаю, сколько её. Четыре, может быть, в шесть этажей сделать. Может быть, даже восемь. Ну, сейчас походу посмотрим. На самом деле... Я ещё нихрена не построил. А что-то я уже заколебался. Сейчас можно уже начинать расставлять наши первые грядки. Правда, надо будет потом ещё за брезентом сгонять. Блин, я уже забыл, что такое ферма. Ну, полив пошёл. Это хорошо. Ну что, можно начинать клонировать наши саженцы. Ни хрена себе. Максим, ты тут? Да. Там рейд лютый. С фишками. Может, туда на этом залетим? С ракетами? Давай. Давай, хватанёшь меня? Да. Ты должен был упасть. Должен был. Ты уже работаешь по ним, что ли? Да. Меня вырубили. Там такая щель, я не знаю, попадёшь ты или нет. Аккуратно, Женек. Убил, кажется. Ещё дал сюда. Всё, у меня кончились ракеты. Он лох АП. Варя, уйди, уйди, уйди. Убил. Я жив. Тут него друг на карачках, я его лохнул, оказывается. Поднимаю. Ой-ой-ой, в них лут. Пришёл. Лутаем, всё, и уходим, просто. Надо застраиваться. Застраиваться? Да. Застраивай. А там был камень? А-а-а, 3000. Понял. А тут шкафа нет, по-моему. Нету. Да, это был весьма эпичный антирейт, но на самом деле то, что будет происходить дальше, вы будете точно в шоке. Но опять же, чтобы воплотить все идеи в жизнь, мне приходилось постоянно фармить, а также заниматься фирмой. И всё это ради одной цели. Фух. Мне придётся отказаться от сна на 42 часа. Ни в коем случае никому не советую повторять такое. Нет, я даже категорически запрещаю. Ну а я же это делал, чтобы вы оценили этот ролик. Но вообще, зря времени я не терял, и пока гены подрастали на моей фирме, мне предстояла долгая дорога до бандитского лагеря, чтобы откинуть там кибитку, и в дальнейшем мне было проще обменивать ткань на скраб. Кстати, по пути мне также удалось прихлопнуть какого-то рейдера и отжать немного разрывы. Ну что, наконец-таки можем сделать так, и вот так. Ну что, будем потихоньку крафтиться. А крафтить я собирался разрыву, ведь у меня появился третий верстак. Я надеюсь, вы же ещё не забыли ребят, которые продырявили мой дом, пока я отходил. Так вот, время пришло платить по счетам. Ну что, поехали. Блин, я надеюсь, что эти нюхрики никуда не утащили, а. Не, мужик, это так долго, так муторно. Ну, нам туда, без вариантов. Не проще было сачелями отправиться. Сачелями дороже. Третий верстак, знак хороший. Ну там, посмотри, ящик тоже хороший, под ним. Знаешь, третий верстак, это знак того, что нам придется его ломать, я тебе так скажу. Блин, я ткущенько, вот и шкаф за следующей дверью. Ой, всё, у меня разрывы кончилось. Ладно, я докрафчивать. Ой. Тебели? Да. Ой-ой. Нам кипят поснесли. Так, 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 так. Причит, а в нём? Чего? Нормально, нормально, другой выход есть. А, мы же можем теперь ему гнуть. Да, да, да. Блин, мёрзь. Я убил его. Чё там прям вкусно? Очень вкусно. Ракеты, ракетница. Сколько ракет? Три ракеты и одна, скорее всего, ракетница. Да. Стреляй, стреляй туда, надо фастом туда достреливать. Сломал шкаф. Дерево есть? Есть, да. На, 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 на. Киянка, дерево. Вкрой. Заходи. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. Очень вкусно. Это оно. Да ты шо? Да не, это очень вкусно. Не зря боролись. Ой, сколько компачей, дядя. Кстати, помимо выселения своих обидчиков, приятности на этом не заканчиваются. Ведь по приходу домой я обнаружил, что поспела первая партия урожая, которую я в спешке полетел обменивать на скраб. Знаете, первая прибыль появилась, а это значит, что пора её реинвестировать. И закупить побольше плантаций. Слушайте, этого точно хватит. Вот сто процентов. И на самом деле, я уже чувствовал, что приближаюсь к цели. Несмотря на рутинную работу в виде полива и клонирования клонов, я продолжал этим заниматься. И единственное, что меня подкашивало, это было дикое желание спать. Красиво будильник продвенел, я ещё не ложился. Пол первого дня. Рутина на самом деле подкашивала моё состояние. Я пытался разнообразить свой геймплей, но со временем даже рейды превратились в рутину. Но знаете, совсем скоро произойдёт то, что взбодрит мне похлеще кофе. Кстати, Бобовка невероятно сильно выручил меня, построив автоматизированную систему продажи ткани. Мы теряли с этого 20% прибыли, но зато экономили кучу времени. А оно, как вы знаете, бесценно. Ну а совсем скоро под моим домом снова начала твориться какая-то ваканалия с толпами ребят. Но на самом деле я не расстраивался, ведь это послужило мне толчком для переезда. Ведь свою ловушку на весь сервер я хотел построить в зиме между двумя нефтянок. И недолго думав, я отправился в путь, чтобы найти место. Которое искать, кстати, долго не пришлось. Слушайте, а может прям вот здесь сделаем нашу штуку? И шло на самом деле всё уверенно быстро. Но вот на начальном этапе строительства я осознал то, что мне вряд ли хватит камня, чтобы достроить свою ловушку. И время от времени мне приходилось брать бурвзубы и выходить на фарм. Я слышу, по-моему, работает конкуренция. Ну, когда я закончу свой проект, это будет вне конкуренции. Вообще. Не сравнится ни с чем. Сделаем что-то типа пиларов. Нам защита тут совершенно не важна. Это пустышка. Главное, чтобы можно было поднимать высоту. Для этого нужна стабильность. Ни хрена себе. Но если бы у меня повохи стояли, бы этой штуки уже не было бы. Чего? Мощно. Интересно. Ты что гонишь, ты сейчас себе дом прорейдишь. Не, все, дружище. До связи. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Что? Снаряды кончились. Реально кончились. Хе-хе-хе-хе-хе. ой-ой-ой-ой-ой кто-то вертика лишился в зиме конечно ромить неудобно потому что прицел сливается но так целом норм да за какие-то считанные минуты я лишил немало людей воздушного транспорта но на самом деле это была капля в море ведь совсем скоро я был готов запустить свое чудо изобретение которому я приступил после полета на вертолете ну что надо наверное подключать уже наши первые аккумуляторы пусть они потихоньку заряжаются а то что то мы немножко застопарились на одном месте первый ветряк есть уже победа и единственно боюсь что из-за ветряков пово будет криво стрелять ну то есть все снаряды будут ветряки залетать ладно плохом думать точно не стоит тем более раньше времени мы кстати по идее можем уже 32 по вошке запитать но на самом деле неплохо двигаемся на теперь надо лететь в город и обменивать снова ткань на скраб и хорошенько закупаться пойдем наверно повушек купим себе так первая партия есть на самом деле в планах у меня было поставить стопов но после вот такого количества аккумуляторов ветряков электричество что-то стало прям дико неадекватно работать ну я не знаю но очень странно работает ну посмотрите на это количество и наверное придется подключать сколько есть ну максимум наверное 50 пово выйдет были не знаем давайте если мы соберем под этим роликом 10 тысяч человек а то я все-таки как-то упорюсь и поставлю 100 но сегодня начнем с 50 блин вообще снаряды для повод дорого стоит достаточно да слушая очень дорого очень ну погнали потихоньку подключать это все наконец таки ё-моё даже не верится вот сейчас электричество нормально дает странно однако блин я щас сумма мне кажется сойду электричество как-то неадекватности ведет я не знаю просто раз к этому не готов просто я это сделал я черт побери это сделал господа если мы на этом ролике собираем больше десяти тысяч лайков я упорываюсь так и я делаю в два раза больше да ну нахрен и они все подключены они работают светится зеленым они все заправлены тут просто больше сотни тысяч скрапа наверное пятихатка труп кучу времени сил но надо просто проверить как это будет работать я просто хочу еще залезть на этот дом сесть на лежак и просто ждать уважаемый уважаемые тут только позу заняла вы тут ходите к сожалению я сам на себе не смогу про экспериментировать потому что на лутрасте если ты авторизован шкафу топа в опыте стрелять не будет а выписываться как-то не хочется больной что ли опять он куда ты кстати рейд вдалеке это очень очень хорошо потому что могут полететь туда коптеры вы не поверите этот фармила не оценил мое гостеприимство и поэтому позвал друга и пришел ко мне снова в гости за болт спасибо а вы веселый ребят я с вас не могу прям еще будут попытки ой мыши щас я взлечу я тебя а потому что на лутрасте если ты авторизован шкафу топа в опыте стрелять не будет а выписываться как-то не хочется я думал она на меня работать не будет видимо тут чужой шкаф чей-то близко бьет я понял ну кстати вполне эффективно я бы сказал даже очень работает как автомат калашников безотказно вот это меня это зари это отрешетила чудо вы ребята это ну того а где вот эти спонсоры моего счастливого вайпа живут то бешеные какие-то фармилы ребята сейчас я стрелять собуду я уже болея до связи гопота слушай ну на меня явно уже следует разозлиться есть понял на самом деле в тот момент я был сто процентов уверен что ребята придут мстить и уже скоро они будут у меня ведь за 10 минут я джа у них порядка шести сетов и кучу ракеты да я конечно и в соло неплохо справлялся но на всякий случай решил позвать на помощь бобовку ведь я не мог допустить того что не успею протестировать свою ловушку по полной золотал меня убегает какую сторону ноги убегает влево да 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 крепил подожди 2 что это было у него максим я захожу евгений держись мы меня меня прилетели рейдить меня претели рейдь одному на чем убил я захожу все все пошла я я деплся а все так быстро да показывай где ваши ракеты ты кого сбила что ли не они низко летели они шарили да 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 ракеты сишки и плюс боевой вертолет это те же типы я говорю я у них столько забрал то что они мне не простят они летят понял низко чтобы по его не зацепил дадут ручное по-моему было на калаше интересно почему они еще не ливнули из игры блин жале и даже не успели пострелять максима на починку трахтолета нужно мвк нет только железо панель на трахтолете полетаем погнали заправляй ракеты ой ой нормально живем вылит кого вероятность что не очень вот живут в этой теме мне кажется они где-то там на g4 например живут они с той стороны постоянно прибегали максим 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 ой ой все нормально профессионал под пивом нормально нормально офигеть как и ракет честно обделался у это нас туда зовут я за наводчика а ты можешь ракетами это вертолет вертолет да это было хорошо у меня спали прям тут прям тут спальник давай я бегу я мне рядышком там ну как рядышком капец трупов максим 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 что-то куча ракет я бегу тихо может три принятие треки не уверен я не дома уверен у меня у меня хуже ситуация быстрей как раз я закопаю я нашел это ткани на стэш знаете не всегда да да но эти не все скинул но я засовывал да но я там здесь ракет еще тебе не скинул а еще в других трупов может быть было а кто тебя убил а лишь об это интересно а нахера они в нас рубили с таким количеством ракет мне единственный там спальник в том округе вообще в районе 10 квадратов и я прям там стал прикинь не на все без шансов я очень далеко рез 10 ракет трейд не закинулись прикинь жаль у большая нефтянка треснулась слышь мощность реально полетят туда мужик он дурак ой я понял что такое я даже знаю кто это а нихрена слышишь я че-то думал то что это вот эти дурачки которые рейдит потому что кто мог вот так вот лететь и скоростными хреничить по пву а так это чел походу на нефтянку летел у него карты с собой а нахрена он стрелял я понял ладно на самом деле после первых залпов я очень сильно переживал что эти звуки смогут отпугнуть потенциальных жертв но кто же мог знать что будет все наоборот и эти звуки привлекут так много внимания и буквально через пару минут возле моего дома начнется это макси тут еще макси тут еще макси его больше нет еще мужик просто что происходит были нас там ракеты скоро закончится по ложке я разряжаю некоторые перекладывают другие у нас по домам у нас по домам домом да блин я на крыше мертвого леру со скоростными совсем на свете один задум металлическим второго не вижу по и евгений а вот этот пво сами себя поломали я знаю я знаю гаси гаси сейчас мне ссылки в голову дали есть аилка и ракеты для пво под собрал там на крыше мужик да что что такое мужик на ему хана ему хана после такого не выживают по идее а ты чего на что не вообще рассчитывают максим на один хит за серым камнем 1 положил то есть это тоже по низу это скажи умный это уже две головы и два тела получил только почему-то выжил еще коптер боевой нас рейдят так я я дома все максим я дома все отлично все хорошо все отлично и гений максим какие фильмы предпочитаешь смотреть я боевики вы и какие про римбо максим римбо любишь у ю как он не префа в голову дал мужик не очень страшно это что происходит их то человек 6 ты взял скоростную да да а я понял долго меня дома не было ниточки нашел один из 3 хита 1 убегает мужик а сколько их двое на этом доме вертолет сверху круто что рейдер убегают так это антирейдер на вертолете райдеру голову дал ой голову мне дали мужик делаю ой по моему тебе летит промазали мужик я не знаю это выглядит как будто марвел какой-то путь я не понимаю где лка сидит она глушитель взяла просто непонятно берега скорее всего да что вы такого сделали давай давай наберешь ай подожди а или или реально наберешь да нет что мимо ай да еще и болт но сколько бы ребята не прибегали сколько бы не прилетали пока мы были в онлайне наша база стояла надеюсь как и ваш лайк тоже но все же это твой подошел концу ведь как-никак 42 часа без сна это плохо не нужно было пойти спать ну и конечно же пока мы спали базу нашу бахнули но я думаю расстраиваться нет смысла ведь ролик получился нереально крутым спасибо вам что досмотрели его до конца надеюсь он вам понравился но я с вами не прощаюсь а лишь говорю до скорого увидимся в новых роликах